Туру-туру-туру-тю-тю-тю-тю-тюру-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Давай всё, ну вкратце. Вот я думаю, типа, все картонки посмотреть, но без хуйни, правильно? Обзор называется «Без хуйни». Короче. Чё? У меня там подсказка просто. Ладно, не буду говорить про те карты, которые я видел. Типа, то, что я думаю. Просто будем смотреть по факту. Как будто я только зашел и не видел вообще никакие карты. Вот я чисто зашел, чел, который где-то в туалете сидел неделю в бункере. А потом вышел, увидел анонс патча и посмотрел все новые карты. Правильно? Как, короче, обычно все люди делают. Открываю, значит, я вкладку своего любимого класса. И смотрю, какое говно на него добавили. За 3 маны дуплет ваша существа получает плюс 1, плюс 1. Дуплет, если что, кто не знает это, то есть вы можете использовать карту 2 раза. То есть вы ее использовали, вам копия кладется в руку. Что-то по типу Power of the Wild для какого-то агро-друида слэш токен-друида. Для чего этот нужен баф? Он нужен, очевидно, для какого-то токен-друида слэш агро-друида. В агро-друида без новых карт я не верю. Без старых, точнее, потому что уходят огневички, уходят кроты и такие сильные карты. Именно первые дропы. Обычно токен-дека, агро-дека на них типа и держалась. Уходит таун за 2 маны, 1-5, которая ушла, а метка и шараджа, которая была 2 года назад и так далее. Типа в агро-друида не верю, возможно, в будущем какой-то потенциал имеет. Так-то карта сама по себе неплохая, типа 2 бафа, но, возможно, дорогая. Вот, плюс первые дропы уходят, поэтому такое себе. За 1 маны 2-1 при смертных рипе войдете в руку 2 белок 2-1. Первый дроп, типа 2-1, плюс вы еще ставите 2 белки. Допустим, вы ставите первый дроп, на второй уход у вас 2-1-1, потом вы делаете этот баф, потом еще раз делаете баф. Ну, это, скорее всего, не конкурентная способность, с учетом того, что мы видели до этого, там, у той же Роги, допустим, и даже у Вара, блядь, на бомбах. Даже у Вара на бомбах. Скорее всего, не конкурентоспособна, но неплохо. Возможно, я не прав. За 8 маны 4-8 провокации, при смертных рипе впадает в пяточку, чтобы разбудить от существа, восстановить от 5 здоровья. Для того, чтобы понять, насколько сильна эта карта, нужно посмотреть другие карты. За 3 маны 2-3, ну, другие голоса этого класса. Когда восстанавливаете здоровье, кладите в руку случайное заклинание друида. За 3 маны 2-5, наверное, это за... Заебись. Статы для третьего дропа от 5 хп, это много всегда, как смоляник. Когда восстановлены здоровье, кладите в руку случайно заклинание друида. Восстановить здоровье, насколько это тяжело. Типа, все похищения жизни, все сплы на хил, все карты, которые делают хил, это круто. В среднем у друида хорошие или сплы? Ну-ка, сейчас посмотрим. Какие среднем у друиды вообще сплы? Надо посмотреть. Почитать просто хорошие и плохие. Ну, тут, конечно, большинство уходит, но... Допустим, даже какой-то мунфаер, озарение, это тоже уходит. Нет, это не уходит единичком. Нас интересует заклинание за 3 плюс, наверное, даже. Ну, гнев нас интересует. И все. Хотя тут, смотрите, тут есть Power of the Wild, есть баф. Яблоки заебись, гнев, наверное, заебись за 3 маны, что? ВГ говно, рор ситуативный, тройка уходит, по-моему. Это у нас уходит. Тройка классическая, ну, тоже ситуативная очень. Озеленение остается, хил. Ведьмин лес тоже остается. Средние картонки. Soul of the Forest, четверка уходит. Знак ло, кстати, неплох, потому что он не уходит. Свайп тоже заебись. Огоньки, наверное, тоже заебись. За 5 маны, живая мана, старфолл, паутина уходит. Силы природы. Ну, слушайте, в среднем, короче, у друида... В среднем у друида неплохие карты, поэтому, в принципе, с чем то, что хорошая статуя у карты и в среднем рандомные карты будут играть в плюс, наверное, эта карта неплоха. Но, опять же, сколько ты будешь в среднем карты с нее тянуть? 2-3 карты, наверное, с нее достаточно будет, правильно? Да. С чем то, что вот этот лайфстил добавили, который, скорее всего, ну, может, не будет играть. Хотя за 2 маны получается 2-4, да? 2-4 с лайфстилом. 2-4 с лайфстилом. Для токен друида, ну, типа, просто тут 2 карты в одной. То есть 2-1-2 в одной карте, это круто. С учетом бафа, может, какой-то токен друид будет, но я не верю в него, честно. Без бафа за 1, без первых дропов, типа огневичков и так далее. Вы раскапываете существо друида. Друида, если у вас в руке нет существ, вы берете все 3 карты. Вы раскапываете существо друида. Существо. Я пожилое существо. Какие существа хорошие? Дендролог, ситуативный, потому что пеньки нужны. Двойка, чисто второй дроп, 2-3 и дух, хуйня. Роевик уходит, легендарка тоже неплохая, тройка уходит. Жадный дух тоже уходит, стенка уходит, тигр уходит, длина шеи уходит. Кипер у него неплох, в принципе, хлюб остается. Четверка уходит, да. Это друид, заебись. Бля, ну, карты друиды, какое-то древо ты хочешь отсюда райнуть, наверное, не знаю, типа. Ну, зачем эта карта друиду нужна? Я не знаю, я вообще не верю в друида. Типа, вообще, даже на самом деле друида не хочется рассматривать, просто потому что я не верю в то, что он будет конкурентоспособен с другими классами, потому что у него уходит слишком много ключевых карт. Возможно, что-то с ним придумают, но реально, у него, у него реально уходит очень много ключевых карт. И, типа, новые, то, что добавлены, они точно идут под синергию с каким-то токен друидом. Но токен друид невозможен, потому что у него ушли, у него занерфлен вагануриш, у него ушел ДК, который давал ему возможность жить, ушла развилка, которая была супер-вариативным добором слэш-сэвэджерором, ушла десятка и так далее. Я вообще не хочу рассматривать друиду, потому что он, скорее всего, неконкурентоспособен. Но хуй его знает. Может, эта карта сильная, но что-то сомнительно. Наносит 2 единицы урона, выбраны, существовали, восстанавливали 5 здоровья. Ну, типа, единичка обалденная, потому что это аналог корешков из 2016 года. Но эта карта может наносить только по существам урон. В принципе, это более балансно, потому что, да, Марик из друид всех ебал, да? За 1 мана восстанавливать 5 здоровья под синергию, допустим, под эту легендарку и плюс исцелительница, возможно, неплохо. Вот. Вот это, наверное, одна из самых лучших карт друида из выпущенных. За 5 маны 4-4. Если вы восстановили 5 здоровья в этом матче, призывает копию этого существа. Замульганить единичку. Именно восстановить надо, кстати, здоровье от этого проблемы. Если вы восстановили, то есть вам нужно потерять 5 здоровья до 5 хода и при этом еще реализовать единичку. Возможно, люди от этого будут отыгрывать, поэтому, наверное, это не так сильно, как кажется. Хотя, даже, наверное, на 6-7 ход 8-8 за 5 это сильно, да? Олень тоже неплохо. С учетом того, что его очень легко реализовать. С учетом того, что это еще и натиск, блядь. Это очень сильная карта. Олень сильный. Вот. Ну, черепаху можно ту сыграть, да, черепаху. Потом хильнуться и потом 2 оленя с натиском поставить, стол забрать. Хорошая картонка. После того, как вы разыгрываете за гранью с выбором эффекта, вы кладете в руку копию обоих вариантов. Для кого, кто не знает, как это работает, допустим, просто, в пример, берем любую карту с выбором эффекта. Допустим, Гнев самая популярная, да? Да, блядь, где это Гнев? А, Гнев. Короче, есть за 2 маны Гнев. Выбираете эффект, наносит 3 единицы урона или наносит 1 существо. Вы выбираете, вы ставите эту легендарку, делаете Гнев. Выбираете, допустим, 3 урона, убиваете существо. И вам в руку кладется карта за 2 маны, которая наносит 3 урона. И еще одна карта, которая наносит 1 урон и дровает карту. Поняли? Для тех, кто не шарит. И так с любыми другими картами, у которых есть эффект. Допустим, с кошкой друида. Вы ставите кошку друида за 5 маны. И получаете таун за 5 маны 4.6. И чарж за 5 маны 4.4. Вот, в принципе, карта хорошая по статам и по эффекту. Как Фендрал практически, но... Короче, похоже на Фендрала, но... Немного с другим эффектом, но она похожа. Вот, ну и дуплет за 8 маны, типа, с древними. Тоже неплохая карта, но я не верю, короче, в какого друида, в агродруида. Просто не верю. По итогу, самые хорошие карты у него Олень и Единичка. Ну и, наверное, даже Тройка, вот эти 3 картонки. В остальные я не верю. То есть, Светодрифт, в принципе, тоже реализовывается очень даже легко. Счет того, сколько хила, да, Единичка есть и так далее. То есть, за 1 маны мы рейснем таун 4.8, плюс еще что-то выстрелим сверху. Плюс мы еще дальше посмотрим на нейтральные карты. Там тоже есть обалденные нейтральные карты, допустим, которые скастуют спелл и третий дроп вызывает. Ну вот. Поэтому друид пока выглядит не очень круто. Но я делаю вид, что я как будто первый раз вижу эти карты. Хантер. За 5 маны копируют всех зверей у вас в руке. Ну, эта карта максимум подразумевает, что какого-то, блядь, комбо хантера, который там пробафал каких-нибудь кабанчиков в руке, ну, допустим, замешал кабанчика за 4 маны, замешивание не уходит, правильно? Ведьмин Дрец, замешивание не уходит. Теоретически это работает должно так, что вы делаете кабанчика, замешиваете бешенством, там, начинаете дровать этих кабанчиков за 3 маны где-то, добор. Ну, все его знают. И как-то утыкашить несколькими кабанчиками. Возможно, еще какие-то комбинации. Ну, короче, это типа комбо-карта. Явно не для минрэйдж деки, потому что вы пропускаете 5-й ход, а пропустить ход это очень медленно. Вот, для кого-то комбо-деки. Я не верю в комбо-ханта, потому что это никогда не работало, блядь. И это, короче, это... В Харсоне это не работает. Вот. Значит, норма, значит, 3-3. Когда вы разыгрываете существо за 1, вы берете заклинание из колоды. Когда вы разыгрываете существо за 1, вы берете заклинание из колоды. Какие у ханта есть хорошие сплы за 1? У него есть заебись выслеживание, которое остается. У него заебись есть арканшот, допустим. И все. А, это единичка тоже остается, в принципе. Но это единичка, наверное, тоже неплохо. То есть, получается, 3 единички, плюс еще новая единичка, которая вот эта дуплета, к которой мы не дошли. 4 карты. В каком... Чего, блядь? А, блядь! Заклинание из колоды, слышите? Заклинание из колоды, заклинание из колоды. Заклинание из колоды, окей. Это я даун. Заклинание из колоды. Какие заклинания у них хорошие? Выслеживание, то же самое. Окей. Блядь, что-то я тупанул. У хантата в среднем очень хорошие сплы, правильно? У ханта в среднем очень хорошие сплы всегда были, поэтому... Блядь, я просто подумал, что, типа, первый дроп, первый спел. Ладно, проехали. За 4 маны 3.3, типа, статы не очень хорошие, но если реализовать эту карту на седьмой ход, это, в принципе, неплохо. В каком-нибудь ханта, который будет играть зуламана, а ханты все будут играть зуламана, потому что вариантов у них не будет, так как зуламан будет, типа, использовать все эти сплы, так как у ханта добавляется вот эта новая четверка имбовая, так как у ханта добавляется вот эта шестерка, в принципе, эта карта, скорее всего, должна играть единички, Потому что у него есть идеальный вариант с единичкой Это прыгалап Плюс вот эта новая единичка Типа бабочки То есть две единички есть, заебись Четверка в одной копии может и будет играться Хорошая картонка За 3 маны 3-3, при смертных рип вы берете из колоды механизм Но опять надо, блять, смотреть все карты Чтобы про нее рассказывать Если делать вид, что я первый раз вижу эти карты Потому что добавили легендарку, призывая случайный механизм Из-за вашей руки заставляет сработать его при смертных рип Добавили Тройку вы раскапываете ваше существо С при смертных рипом, погибший в этом матче И заставляет отработать его при смертных рип Мы помним, что хорошие дезрадты какие есть И вообще механизмы Есть зилекс Есть 2 дракончика за 6 маны Где они тут Вот они, 7-7 И есть 2 бомбочки за 3 маны Вот, это получается 5 механизмов Правильно? Плюс сама урсатрона, может еще одного урсатрона То есть по идее у нас 6 механизмов Плюс легендарка, 7 механизмов Какой-то вырисовывается midrange hunt МБ на механизмах Или какой-то оно заломанится с пылами Но какой из них будет сильней, хуй его знает Может какой-то гибриды сделают Едничка у ханта тоже обалденная с дуплетом Это что-то наподобие пушки за 1 Которая, да, свечка стрел уходит Свечка стрел была нечестная, да? Но тут получается за 2 маны мы наносим 2 урона Это неплохо С учетом того, что это еще и в одной карте все То есть не 2 карты, которые наносят 2 урона Стрельба точно должна играться, потому что мы помним за 1 ману Карту мастифа Помните, наносила 1 урон и призывала мастифа Это что-то наподобие этого Очень классная штука Вылоките в руку случайное зеклание охотника С учетом того, что у него в среднем хорошие сплы Еще добавляют хорошие сплы новые Это будет карта тоже Скорее всего неплохая Не сказать, что она ОП, но она должна в среднем хорошо играть Хотя, скорее всего, можно будет вместо нее просто стабильно положить сквайра с баблом И 2 проглапа, если какой-то будет в темпах Хантер, да? Про тройку сказал, это сильная карта Четверка, это вообще без комментариев Это очень лютая карта Типа, до 4 маны 4 урона Плюс раскапываете спл А сплы, как у Хантака, я уже говорил Они в среднем очень плюсовые То есть там где-то 75% наверное Хороших спллов Легендарка за 7 маны 5-6 наряжает Теридалом Звездной Ярости Теридал, кто не знает Короче, это лук со статами 2-3 Которые, если вы наносите урон этим луком В этот ход, вы получаете до конца хода 2 спд Ну, то есть силу заклинаний Многие рофлят про какого-то Малега с Хантаном Все понимаем, что это все хуйня В темп картонка неплохая, скорее всего Потому что статы за 7 маны 5-6 Это не очень сильно Но при этом мы, скорее всего, окупаем Это то, что у нас есть обалденный лук Который потенциально за 2 хода там даст Хорошие трейды под новой единичкой, допустим Или штеркой, да Там типа ударили, эта штука Она наносит 6 урона, а не 4 Эта штука будет наносить 6 урона за 2 маны В таком духе Но, скорее всего, тогда все будут Харрис наиграть Потому что, почему нет? Потому что там очень многие вэпены сильные И новые, и старые Новая шестерка очень сильная За 6 маны, типа мы призываем 5-5 с натиском Это почти то же самое, что мы призывали Почти то же самое, что мы призывали Зилекса Шестерки у Приста, типа Биг Прист Призывали Зилекса, затрейдили А тут дуплет То есть мы можем 2 раза сыграть Плюс это охуенная синергия под Зуламана, как я и говорил Вот, но легендарка тоже Призывает случайный механизм Мы уже видели ее То есть, в принципе, из этих карт можно сказать Что какие-то 2 архетипа вырисовываются Ну, сразу можно сказать Типа это механизм какой-то Хантер Через эту легендарку, там, бомбочки, да Зилекс Или какой-то Мид-Рэндж Хантер с Зуламаном Который, скорее всего, вероятнее, все будет играть Потому что механизмов просто мало Но я не уверен То есть, допустим, если дракончик умер Ты резаешь отсюда за 3 маны дракончика 2-2 с Дезратлом на 7 И еще 7-7 призываешь Типа это заебись Вот Поэтому Хантер выглядит поинтереснее Думаю, что Тир-2 где-то будет За 4 маны 3-3 С ПД плюс 3 Ваше заклинание стоит на 1 больше Вчера только увидел эту карту Не сказать, что она очень сильная Но не сказать, что слабая Типа Это, скорее всего, не 4-й дроп То есть, мы эту карту никогда не хотим, скорее всего, играть на 4-й дроп В темп, допустим Ну, если только Рука очень плохая Это, скорее всего, какой-то 8-й дроп Который Который мы хотим играть, допустим С какими-то мислами Или с какой-то единичкой, да За 1 маны Которая там наносит 3 урона Сейчас, покажу Мы хотим играть либо с мислами Вот этими Либо Со звездой В принципе, это заебись Там 7-8 ход Это норм Но это явно не 4-й дроп Если от С какого-то рандома Получится эволюция Наверное, неплохо Хорошая карта Потенциально Надо тестить будет Лягушка за 2 маны А не 3 После того, как вы разыгрываете Случайному существу противнику Это пародия на флеймвокера Флеймвокер был за 3 маны 2-4 Помните, оранжевый такой был Это был флеймвокер Который был Суперсильной картой Который я вел в каждом темпе магия Это ее аналог Который не наносит урон в лицо Во-первых Во-вторых, стоят 2 маны Лягушка неплохая Сюжем того, что Сколько чип заклинаний Добавили магу Возможно, какой-то будет Там маг Вот на этих элемчиках Блять Там еще в каком-то говне В общем, такой чисто Миракл маг Там с восьмерками Может быть Что-то в таком духе Тройка неплохая Уничтожает Выше выбранное существо И заменяет его Двумя случайными За ту же ману Что-то наподобие куба Типа Вы куба играли Вы копировали Две одинаковые карты Куб был не с балансом Допустим Эту тройку мы хотим играть В среднем на какие-то Третьи Слэш шестые дропы Потому что это самые Процентно хорошие дропы В плане рандома То есть шестых дропов Допустим Там 65% хороших Шестого дропа Так же как и с третьего Если допустим Какой-нибудь четвертый дроп Возьмем Там допустим 40% на 60 В пользу Плохих дропов Вот Тройка хорошая После трейдов Заебись Да Что-то делать В таком духе Фокус Вы раскапываете Закривание за 3 Или меньше Что-то наподобие Что-то наподобие Петроглифа Но Тоже более сбалансно То есть Петроглиф Был не честной картой Это тоже более балансная То есть Вы раскапываете До трех маны До трех маны У мага Очень хорошие спелы Там всякие Фростболты Книга допустим Та же Какие-то там Секреты Руны И так далее Ну руны правда уходят Но все же Секретов у мага Немало Под какой-нибудь девочкой На халяву Раскопать спел Неплохо Мана смерть Но эту карту Уже все видели Волкатьете в руку Случайно Закривание мага За каждое закривание Разыгранное вами На этом ходу Я предполагаю Что какого-то Миракл мага Буду тестить Типа очень много Всяких дешевых заклинаний Под девочками Потом вы блять Ставите этого Мана смерча Который вам дает Еще целую руку Заклинаний Вы это все кидаете Но это просто Будет нестабильно Вот в чем проблема Поэтому Такое Скорее всего Это просто нестабильно будет Рандом Хотя Допустим Та же восьмерка Уходит Да Где она тут Которая Рандомные Эти секреты давала Она же уходит Да Это дерьмище Да Она уходит С пылов В принципе Мага Немало хороших Немало При этом Они все Довольно дешевые Я не верю в такого мага Точно не верю На этих мана смерчах Может быть Все таки Чисто в темп Будет играться Допустим Сыграли там Не знаю Девочку Монетку Фокус Еще какой-то Калл Сыграли на четвертый ход Мана смерча Получили 3-2 девочку Мана смерча 2-2 Еще сверху Два заклинания Допустим Плюс еще добавили Вот этот вот дуплет Под девочкой Это сразу два заклинания Выбродное существо Если она уже заморожена Наносим ему 2 урона Прикиньте Сыграли девочку Два с пола Это уже Два с пола С одной карты Мало того Что мы стол замораживаем Так еще и получаем отсюда Вот Вы выключили Вы раскапываете Существо мага Ну мы Уже обсуждали Эту картонку Вы раскапываете Существо мага Существо мага Немного хороших Можно даже сказать Мало Кстати У карты Говно За 3 маны Хоть даже не 3-3 Вот Поэтому Такое Не верю В этого ворона Плюс еще балансировка Третьих дропов Потому что Как я и сказал Третьи дропы В среднем Они Рандомятся в плюс С каких-то эволюций И так далее Восьмерка Вы раскапываете Существо за 6 И произваете Две его копии Как и говорил Шестые дропы В среднем Хорошие Раскопать Рандомные Существа За 6 маны Это заебись В том что Еще на выбор Дается 3 существа А не одно Это еще больше Плюс Какого-то Раскопать Отсюда Керна Это вообще Имба Это Наверное Один из самых С пылов Сильных у мага Типа Допустим Синергии С этой Поставил Восьмерку Затрейдился Потом кинул Эти 2 воли И так далее Раскрутил Плюс Синергия С Кадгаром Потому что У Кадгара Ваши карты Призывающие Существ Призывают Вдвое Больше То есть Вы на 10 ход Ставите Допустим Кадгара Плюс Восьмерку Призываете 6 Шестых Дропов 6 шестерок Призываете Блядь Дьявола Короче Вот И Выглядит Прикольно Но это 10 ход До этого Нужно Еще дожить Я не думаю Что это будет Контроль мета И я думаю Что до 10 маны Возможно Люди Не будут Доживать На этом Маге Кто знает Плюс Калет Газ Ваши первые Загнания На каждом Ходу Стоит 0 Боевой Лишь Вы Раскапываете Загнание Типа С чем Того Что Вы Еще Добираете Что Того Что Вы Еще Добираете Добираете Картонку Ставите Типа Ну Я уже Говорил Об этом Как Работает Эта Карта Это То же Самое Что Тайран Тайран Это Вот Элем Вот Деспот Это То же Самое Что Деспот Только Здесь Не 4 4 А Можно Сказать 4 12 4 12 Плюс Допустим Вот Эта Восьмерка Там Не Зная Флем Страйк И Еще Какие Спылы Неважно Плюс Еще Добор То Это Очень Сильная Карта Одна Из Наконец-то Блять Осознали Что Паладин Паладина Типа Дивайн Февера Слишком Сильная Карта Она 2013 Года Имба Ебучая Вот Делают Какого-то Мидренч Слэш Агро Паладина Добавляем Агро Карты Как Вчера Я увидел За 2 Маны Можно Сказать Фуривар Если У вас Есть Активный Секрет Получает 2 Плюс 1 К атаке То Это Секира Вара Которая Была За 2 Маны 3 2 В свое Время Которую Понерфили Из-за Долбоебов Блять На Пират Варах Ничего Личного Вот Ее Понерфили Добавили Паладину Можно сказать Ну Можно сказать Что это Фуривар Потому что Реализовать Эту пушку На 1 Атаке Это Не Составляет Труда С учетом Количества Секретов С учетом Их Качества И с учетом Вот За 1 Маны Будет Бабл 3 3 За 1 Маны Там Не знаю Еще какой-то Будет Первый Дроп Пробавлен Но Это Скорее Все Медленно Поэтому Хрен Знаю Хотя С другой Стороны Какие У нас Единички В Паладине Будут Играть Если Будет Агро Паладин Будут Играть Скорее Всего Так Кроты Уходят Да Кроты Уходят Скорее Всего Будут Играть Где Они Скорее Будет Сквайр Играть 100% Будет Вот Эти Хранитель Играть За 1 Маны Она Будет Получается 4 5 Это За 1 Маны Едет В общем Он Еще Бафает От Секретов Возможно Это Неплохая Синергия Может Быть Это Сильно Пока Выглядит Странно Просто Нужно Тестить Ее Силу За 1 Маны Дуплет Вы Разыгрываете Случайный Секрет Паладина Очень Сильная Карта Количество Хороших Секретов Паладина Зашкаливает Играться По-любому Будет Скорее Будет Самый Сильный Паладин Это Какой-то Агро Слыш Мид Рэндж На Секретиках Там Вот Мусор Пушками И так Далее За 10 Маны 4 12 Полностью Восстанавливает Здоровье Каждому Герою Это Смешно С учетом То Что Они Добавляют На Другого Объяснения Не вижу Это Реально 400 Пыли Я даже Не хочу Обсуждать Эту карту Мне Стремно Обсуждать Призывает По существу Из колоды Каждого Игрока Эти Существа Вступают В поединок Для чего Эта карта Пока Непонятно Но Она Имеет Интересную Механику По типу Крысы Только Из колоды Да Все зависит От меты Возможно Это Неплохая Карта В итоге Возможно В паладин Какой-то Какой-то Будет Биг Паладин Допустим В паладине Будут Только Одни Жирные Существа Допустим Два Думсейра Два Трусильвера Консекрэйшн И так далее И будет Какой-то Жир За 9-10 Маны В итоге Вы за 5 Маны Делаете Эту Хуйню Призываете Жир Он убивает Карту Противника И остается На столе Допустим 60% ХП Это Допустим 10-6 Существо Какое-то Условно Это Неплохо На 5-й ход Но Нужно ее тестить Тоже Нельзя сказать Что она Слабая Или сильная Она интересная Скорее всего Даже Будет играть В плюс Чем минус Ее просто Нужно Сетапить Колоду Будет Под эту Штуку За 3 Маны 4-3 Ваши Сегреты Срабатывают Дважды Тоже Очень лютая Карта Если бы Ее добавили Допустим Во время Существования Дивайн Февера То есть Короче Если бы Паладина Не убрали Дивайн Февер Этот Паладин Был бы Тир 1 Просто Потому что Еванутые Карты На него Добавлены В общем То что Дивайн Февера Не будет Колода Будет Явно Слабее Но Все равно Скорее Будет Играть Легендарка Для очевидной Для Агра Какого-то Паладина Тоже Скорее Будет Играть Потому что Будет Основополагающий Типа Два Секрета Там Не знаю Два Допустим Вот этих Новых Баф Плюс Два Здоровья То есть Она Будет 4-7 4-7 Если Секрет Прокнет В принципе Неплохо За 3 маны 3-2 Выкладите В руку Двух Драконов 4-4 Ну Они Сами По себе За 4 маны Стоят То есть Вы На 3-й Ход Ставите Слабый 3-й Дроп При этом Имеете Продолжение На 4-й 5-й ход В виде 4-4 Дропов Сильно Это Слабо Хер Его Знает Получить Эту Карту Наверное Откуда С рандомной Эволюцией Или Что-то В таком Духе Неплохо Но Что-то Я не верю В этих Вестников И так Далее Хотя Возможно Какой-то Хендбаф Паладин Заиграет Но Как Показывает Практика Сколько Этих Карта На Хендбаф Не Добавляли Ну То есть Карты Которые Баф Три-три А не Два-два Но Я все равно Не верю В Хендбаф Деки Такое Секрет Заебись Уже Сказал Плюс Этот Секрет Работает Охренным Образом Дос Пола То есть Вы Допустим Кастуете Флемстрайк На стол Существами Четыре Ну Типа Четырьмя ХП Работает Секрет Существа Становятся Четыре Вместо Четырех ХП Шесть ХП И Флемстрайк Ваш Не убивает Стол Поэтому За счет Этого Секрета Возможно Паладин Будет Тоже Очень Силен Так же И со Свайпом А с остальными Ну и Какая-то Хуйня За Деманы Чисто Под Десять Пыли Сколько Пять Пыли Ваша Выбрана Все Что Получает Лайвстил Вот Дальше Ну Прист Блять То что Я вчера Увидел На Приста Это Полный Пиздец Супер Будет Играться Ебучие Вот Эти Вот Где Они Тут За Триманы Где Как Карта Называлась За Триманы Где Что Я тут Не вижу А Она Наверное Нейтральная Она Нейтральная Ладно К нейтральным Картам А то Потом Перейдем Короче Приста Вообще Рассматривать Нет смысла Потому что У него Просто Намечается Какой-то Темп Слэш УТК Приз Через Сало 2016 17 Год Блять Когда Все Ныли На Этого Приста И 2018 Когда Этот Прист Убивал Благодаря Тройке То есть Драконом Был УТК Приз Помните Вот А в 2017 Был Полностью Чисто Такой Лютый Сало УТК Прист То есть Клириками Пиромант Какую Тучу Добора И так Далее Там Еще Добавили Единичку В нейтральных Которые Хилят Всех Ваших Существ То есть Словно За один Ход Можете Просайклить Там Чуть Ленее 15 Карт Причем Это Не Состоит Труда Вот То есть Вы будете Ставить Допустим Какой Клирик Пиромант Еще Одно Существо Вы Делаете Цох Вы Топдекаете За 3 Карты Еще Эту Едничку Которая Хилит Всех Хилите Бля Делаете Какой Шилд Цох Короче Это Все Неприятно Вот Это Один Из Самых Главных Канцеров Который Скорее Будет За 4 Маны 4 7 За 4 Маны 4 7 Которые Восстановили 5 здоровья Героя Противника 5 здоровья Это Вообще Ни о чем Если бы Хотя бы 10 Было Возможно Это Было Какой Минус 5 здоровья Это Вообще Ни о чем Зомби Чо Так же Все Играли Потому Что Это За 4 Маны 4 7 Это Лютые Статы За 5 Маны 2 6 Ну Такой Сетаун Какая-то Копия Kill to Z Которую Даже Не хочу Смотреть Хотя Она Очень Потенциально Сильная Но Я не верю В Биг Преста Теперь Потому Что Я увидел Сайленс Преста Вот И все Ну И все Остальные Карты Они Как бы Тоже Единственное Самое Опасное Это Нолик Нолик Это Тоже Самое Как Тройка Как Которая Делала Две Атаки Да И потом Поушеном Забирали У вас Карту Только Смотрите Комба Стоит Та 4 Маны И эта 4 Маны Когда вы Играли Тройку Преста Сейчас Чтобы просто Было Более Понятно Кто В танке Вот Вот этот Послушник Плюс Поушен За 1 Маны Вы за 4 Маны Забирали Существо Противника Правильно Теперь Вы Забираете За 0 Маны Плюс 4 Маны Существо Противника Получает Минус 1 Атаки До Вашего Следующего Хода Улучшается Каждый Ход Эта Карта Лежит 3-4 Хода В руке Она Уменьшает Атаку На 4-5 Вы уже Можете Реализовать Шадо Маны Почти Всегда Это Тоже Комба За 4 Маны Плюс 2 Божественного Духа За 9 Маны Это Такая С чистого Стола Конченный Кусок Говна Блять Которая Если Вернется В игру Все Снова Поливают Потому Что Это Хуже Хантов Вот И Все Девятка Это Тоже Аналог Оберега Ну Я Не верю Теперь В Биг Преста Потому Что Я Увидел Сайланс Преста Поэтому Аналитику Никакую Не хочу Поэтому Давать Это Кусок Говна Двойка Неплохая Потому Что За 2 Маны 2-2 Вы В руку Прихвостня Очень 2-3-2 Вы Раскапываете Копию Карты Из руки Противника Типа Копию Карты Из руки Противника Если бы Эта карта Имела Хотя бы Статую 3-4 Она Была Наверное Заебись Но Так Она Тоже Кусок Говна По Итогу Мы Просто Получаем Что Будет Сайланс Прест Слэш ОТК Прест Все Зависит От Меты Я Думаю Что Будет Просто Темпа ОТК